Игра престолов Бастард подсёк тебя, раскрой пустой череп и отрезал руку. Грэн отрезал бы, будь у этих лезвий клинков лезвия, но тебе повезло, что Дозору кроме разведчиков нужны и конюхи. Бастард разбил мне кисть. На сегодня всё, мне не переварить столько бестолковости за день. Никто не говорил ему, что в ночном Дозоре придётся так туго, никто кроме Тириона Ланнистера, но и тот опоздал с предупреждением. Ему не хватало настоящих братьев, он скучал по девочкам, даже по Санси. В чёрном замке искать тепла было негде, стены его были холодные, а люди казались ещё холоднее. Ты перебил мне руку, бастард. Из-за тебя мы кажутся никчёмными. Жаба, ты выглядишь никчёмным ещё до нашей встречи. А у маленького лордёныша длинный язык. Может нам его укоротить? Улаживайте ваши ссоры за стенами арсенала, или я приму их на свой счёт. Грен, покажи запястье мейстеру Эймону, остальные разойдитесь по местам. Кроме тебя снова останься. Дозор нуждается в каждом, кого может заполучить даже в Шабе и Гренне. Смотри на меня, когда я с тобой разговариваю, мальчишка. Такова жизнь, и ты здесь, чтобы жить. А долго или коротко зависит от тебя. Однажды ночью на пути, который ты выбрал, один из твоих братьев перережет тебе горло. Они мне не братья, они ненавидят меня, потому что я лучше их. Нет, они ненавидят тебя, потому что ты ведёшь себя так, будто ты лучше их. Но ты бастард из-за дира. Подумай вот о чём снова. До сира Алисера Торна никто из них не обучал мастер над оружием. Всех своих знаний об его мастерстве они поднабрались на палубах и в переулках. Ни у кого не было денег, чтобы купить настоящий меч. Всем понятно, что с острым мечом ты порежешь их всех в лоскуты. Ты позоришь их, я не думал. Тогда тебе лучше задуматься, иначе придётся спать с кинжалом под подушкой. Теперь ступай. Донал Ноя имел право говорить о жизни, он познал её. Он оболчился в чёрное после того, как потерял руку в осаде штормового предела. Перед тем, как он был кузнецом у брата короля Станиса Бартаона. Говорили именно Донал, но и выковал для короля Роберт и боевой молот, которым он лишил жизни Рикар Торгиена возле Трисупца. Интересно получается, когда один строит стену, другому немедленно нужно узнать, что находится на той стороне. Разведчики говорят, там только леса, горы и замёрзшие озёра. Не забывай про Гранкинов и Снарков, Лорд Сноу, иначе зачем же выстрелить такую громадину? Не называй меня Лордом Сноу. Ты бы предпочёл зваться Бесом или к тебе прилипели кличку, прими её и сделай своим именем, тогда они не сумеют больше тебя ранить. Не вижу твоего Волка. Я сажаю его на цепь на время тренировок. Остальное время он проводит со мной, а сплю его в башне Хардина. Та споломлена зубцами и нагринена, словно наш благородный король Роберт после попойки. Постараюсь напомнить твоему отцу, чтобы он арестовал пару каменщиков, прежде чем твоя башня рухнет. Сноу, Лорд Командующий, желает тебя видеть. Речь о моём дяде. Он вернулся? Через три дня после их прибытия на стену Бенджин Старк повёл полдюжины дозорных на разведку в зачарованный лес. Они до сих пор не вернулись, и чёрные братья уже начали шептаться насчёт их долгого отсутствия. Джон напрашивался пойти с дядей, но Бенджин отказал. Ты не разведчик, Джон на стене. Человек получает лишь то, что заслужил. Лорд Командующий не привык ждать, а я не привык, чтобы мои приказы обсуждали. Прекрати, Торнея, ты только пугаешь мальчишку. Тебе здесь не место, Ланнистер. Зато моё место при дворе одно слово, сказанное в нужное ухо, и ты умерешь раньше, чем получишь другого мальчишку на воспитание. Утром прилетела птица из Виндерфелла, весь касается его брата, сводного брата. Бран, что там сказано о Бране? Мне говорили, что ты умеешь читать. Зерно, зерно. Он очнулся, боги вернули его назад. Калекой, мне очень жаль, мальчик. Мой брат будет жить. Он будет жить. Бран будет жить. Держись от меня подальше, бастард. Прости за разбитую руку, Грен. Роб однажды тоже заданул мне. Болело, как будто попал разом семь преисподних. Если хочешь, научу тебя, как защищаться от этого удара. Лорду снова угодно принять на себя мои обязанности? Да, я скорее научу твоего волка жонглировать, чем этого зубра фехтовать снова. Принимаю пари, сир Алисер. С радостью посмотрю, как призрак жонглирует. Хе-хе, ха-ха. Это была твоя самая прискорбная ошибка, Лоруд Сноу. Эдард въехал в Красный замок усталый, голодный, раздраженный. Он мечтал о горячей ванне, о жареной дичи и о мягкой перине. Но это ему не суждено было сбыться. Лорд Сталк, Старк. Великий Мейстер Питцель собирает малый совет. Вас просят почтить собрание своим присутствием. Благодарю. Когда устала, как собака, облаченая в черную одежду, Неда вошел в зал собрания, четверо членов Малосвета уже ожидали его. Лорд Старк. С прискорбами я узнала неприятности, постигших вас на королевском тракте. Я молюсь о выздоровлении принца Джоффри. Боги услышали нас. Принц поправляется буквально на глазах. Лорд Ренли, иногда вы кажетесь мне истинной копией вашего брата Роберта. Плохой копией. Зато куда лучше одетой. Много лет я мечтал познакомиться с вами, лорд Старк. Вне всяких сомнений, леди Кэтлин рассказывала вам обо мне. Конечно, как и мой брат Брандан с некоторым пылом. Мистер Пиццель. Надеюсь, вы хорошо себя чувствуете. Достаточно хорошо для моих лет, милорд. Однако, увы, быстро утомляюсь. Я могу, боюсь, я могу уснуть, если ожидаю не затянется. Прошу прощения, что заставил вас ждать, но нас всего пятеро. Лорд Станис на драконные камни. Асир Бористан сопровождает короля. У нашего доброго короля Роберта много забот. Так он, что он доверяет нам кое-какие мелкие дела. Лорд Варис хочет сказать, что все эти хлопоты с монетой урожаем и правосудиям до слез утомляют моего царственного брата. Поэтому нам выпадет обязанность самим править королевством. Хотя время от времени он дает нам распоряжение. Боги милостивые. Его светлость велит нам провести великий турнир, дабы почтить назначение лорда Старка королевской десницей. 90 тысяч золотых драконов победителем. Примет ли казна на себя расходы? Это какая казна? Вновь придется занимать деньги. Мы уже сейчас должны лорду Тайвину 3 миллиона драконов. Так что уж там говорить еще об одной сотне тысяч. Неужели корона должна 3 миллиона золотых? Корона должна более 6 миллионов золотых, лорд Старк. В основном Ланнистерам, но не только. Мастер над монетой должен отыскивать деньги, а король и десница их тратит. Я поговорю со светлейшим. Страна не может себе позволить таких расходов. Я устал, давайте сегодня закончим и возобновим заседание после того, как отдохнем. Вы идете не тем путем, Старк следуйте за мной. Но в моей покое ведет другая дорога. А мы идем вовсе не туда. Вас ждет жена. Какую игру вы затеяли, Мизинец Кэтлин? Сотни и лик отсюда. В последний раз говорю, идемте, если же не согласитесь, я оставлю вашу жену себе. Мы вышли из замка. Вас не одурачит Старк. Солнце выдало меня или небо. Дальше мы поедем верхом. Бордель? Ты привел меня в такую даль, чтобы показать мне бордель. Так случилось, что заведение принадлежит мне, ваша жена внутри. Милорд, стойте. Это была твоя последняя насмешка, Брандон. Был слишком добр к тебе. Сиро Родрика Кэтлин действительно там. Она ждет наверху. Постарайтесь не шествовать, как королевская десница. Забросите разворотника. Негоже, если вас узнают. Нед, миледи, о боги, вы знали ее? Я боялась, что ты не придешь. Что ты делаешь в королевской гавани? Ты здесь из-за Брана, но совсем по-другому делу. Твои руки, что с ними, миледи? Этот клинок должен был перерезать горло Брана. Он принадлежит Тириону Ланнистера. Зачем лорду Тириону смерть Брана? Мальчик никогда не причинял ему зла. Бес никогда не стал бы действовать в одиночку. Ланнистера – королева, и я не верую, что Роберт. Вероятнее всего, король не знает. Он приучился закрывать глаза на вещи, которых лучше не замечать. Я рассказала у Петерона наших подозрений насчет смерти Джона Арена. Он обещал помочь, чтобы докопаться до правды. Варис знает. Я бы больше опасался Ланнистера, а не Евнуха. Представьте лорда Вариса мне. Тебе не нужно здесь оставаться. Возвращайся в Индерфелл. Там, где есть один убийца, могут найтиться и другие. Кто бы не приказал убить Брана, скоро он узнает, что мальчик жив. Хорошо, милорд. Я не забуду твоей помощи, Петер. Никому не говорите этого. Я потратил долгие годы, убеждая двор в том, что я зол жесток. Мне бы не хотелось, чтобы мои труды пошли на смарку. Я тоже благодарю вас, лорд Бейлиш. Вот ваша благодарность, истинное сокровище. Нам надо вернуться в замок до того, как нас хватится. Один момент. Как только ты окажешься дома, начни приготовление снаряди лучников и подготовь белую гавань к обороне. И приглядывай за тенером Грейджи. Если будет война, нам потребуется и флот его отца. Война. Надеюсь, до войны не дойдет, когда я найду доказательства того, что Ланнистера убили Джона Арена. Тогда я пойду к Роберту. И буду молиться богам. Подумал он, чтобы он оказался тем Робертом, которого я помню, а не тем, кем, боюсь, он стал. Дотракийское море. Дотракийское море. Дондо. Но настает сухая пора, и этот мир обретает цвет старой бронзы. Дэнни хотела, чтобы ее брат остался в Пинтосе, но Визирис настоял на том, чтобы быть с друга до тех пор, пока тот не добудет для него обещанную корону. Однако она не желала слушать жалобы брата. День был слишком хорош для этого. Пусть они остановятся и скажите, что это мой приказ. Вы быстро учитесь говорить так, как подобает королеве. Я не королева. Я к Халисе. Поначалу ей было нелегко. Седло натерло ей мозоли, руки пузыри волдырями от подводя. В спина ныла так, что Дэнни едва могла сидеть. И каждую ночь у друга приходил ее шатер, будил во тьме и сделал ей безжалостно, словно жеребец. Пришел день, и Дэнни поняла, что больше не выдержит, придется убить себя, но дальше она не поедет. Уснув в ту ночь, она увидела дракона. Она развела руки, обнимая огонь, но боли не было. Пламя хватило ее целиком и очистило. Она ощутила незнакомую доселе силу и ярость. Начиная с той минуты, каждый день давался легче предыдущего. Воздух был полон ароматом земли и травы, запаха в комской плоти, пота самой Дэни и масла, умывавшие ее волосы. Как ты смеешь? Ты смеешь командовать мной? Мной? Я не подчиняю приказам бабы какого-то лошадника. Ты меня слышишь? Она никогда не возражала ему, никогда не отвечала на удары. Сейчас он ударит ее и будет больно. Она это отлично знала. Чехолков спрашивает, хочешь ли ты его смерти к Халисе? Я не хочу, чтобы ему причиняли. Буль, возьмите его лошадь, пусть возвращается в холоссар пешком, пусть все увидят, каков он на самом деле. Нет. Ударь ее, Мармонт, убей этих датракийских псов и проучи ее. Твой король приказывает. Сир Джарах, как по-вашему он будет злиться, когда вернется? Наверное, я разбудила дракона. Ваш брат Рейгара был последним из драконов, и он погиб у Трезубца. Визирис это тоже не змея, ее тень ее, но он все еще истинный король. Он, будем откровенны, вы хотите, чтобы Визирис сидел на троне? Из него ведь не получится хорошего короля, правда? И все же народ ждет его. Магистр Иллирия утверждает, что люди шьют знамена с драконом и молятся, чтобы Визирис вернулся. Народ вымаливает дождя, старого детей и лета, которых никогда бы не кончилось. Игры престолов, что ведут высокие лорды, их не волнуют. Лишь бы знать оставила народ в покое. Так было всегда. И о чем же молитесь вы, Серджерах? О доме. И я молюсь о доме, но у моего брата нет ни греша, а единственный рыцарь, который следует заниматься, нет его не выше змеи. Он никогда не приведет нас домой. Мудрое дитя. Я не дитя. К тому времени, когда Визирис прихромал в лагерь, каждый мужчина и женщина и дитя уже знали, что он остался без коня в колоссаре. Не могло быть тайн. Ее драконь и яйца всего лишь камень. Даже Иллирию говорил, что все драконы мертвы. И это солнце согрело яйца в пути. А ты когда-нибудь видела дракона? Драконы исчезли к Халисе. Отовсюду их нет даже на востоке. Драконов нет отважные. Мужчины убивают их, потому что дракон ужасен и зол. Торговец Иискварт однажды сказал мне, что драконы спустились с луны, что когда-то на небе было две луны, но одна подошла слишком близко к солнцу и лопнула от шары. Тысяча драконов вырвалось из ее недр наружу и спить пламя солнца. Вот почему драконы выдыхают огонь. Однажды и вторая луна поцелуются солнцем, и она лопнет и дракона вернутся. Дрэя, останься и поешь со мной. Я должна кое-что узнать. Ирич Хико, вы свободны. Той ночью, когда явился Кхал Дрога, она уже ждала его. Сегодня мы должны выйти на воздух, господин. В сердце Кхала Сара нет уединения, да не чувствовал на себе чужие глаза, проделавшие те вещи, которые досоветовала ей Дрэя. Все это пустяк. Разве она не Кхалиси? Важен ли ее взгляд? Она скакала на нем столь же яростно, как на своей серебрянке, и в миг же высшего наслаждения Кхал Дрога выкрикнула ее имя Дайнерис. Кхалиси. Ты понесла ребенка. Я знаю. Продолжение следует. Тихо мэриолю Тихо мэриֹ Субтитры создавал DimaTorzok